Всем привет! Меня зовут Саша. Сегодня мы с вами будем разбираться с новой обалденной коллекцией от La Moelle, которая называется Moonrise. Ну и перед тем, как лечать, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить лайки, а также комментировать это видео. Плюс у меня есть инстаграм, где я также делюсь полезным бейти-контентом. Давайте приступать смотреть коллекцию Moonrise. Начинаем мы с жидкого глиттера. Здесь оттенок 401, здесь огромные какие-то сияющие частички. Это честно не для меня, поэтому я не стала его брать. Далее здесь есть палетка. Я думаю, вы поняли, что я ее не взяла, потому что в прошлом видео я говорила, что я стараюсь сейчас обходить лимитированные коллекции бюджетных брендов в плане палеток теней. Здесь мне нравится оттенок Illusion, нравится оттенок Flat и нравится оттенок Gravity. Остальные оттенки достаточно обычные, особенно фиолетовый, вообще мне здесь не нравится. Я думаю, вряд ли он будет хорошего качества. В принципе, вот это растушевочный красивый, вот это для затемнения Ellen классный. Остальные, особенно рыжие, вот эти мне прям бесят. Ну и оттенок Flat больше всего мне привлек, но у меня такой есть, поэтому я решила, что не буду брать я эту палетку. Дальше мы с вами перейдем к чему? К хайлайтеру суфле. Его я взяла, здесь только один оттенок. Дальше тут увлажняющий флюид. Не вижу, почему не грузится у меня ничего? Не вижу смысла я в таких продуктах, если честно. Просто увлажняющая сыворотка, возьмите свой типичный уход. В принципе, ничего нового вы не откроете. Дальше здесь кремовые тени для век. Здесь вообще вышло три оттенка. Я взяла один, мы узнаем какой. Здесь есть розово-золотой, коричнево-зеленый, это туахром. И есть еще бронзовый, вот такой вот тут прям такой красивый оттенок. Идем дальше. Здесь есть подводки фломастера. Вот, кстати, я не помню, здесь фетровый наконечник. Да, здесь фетровый наконечник. Я вообще не люблю фетровые наконечники. Здесь два оттенка, фиолетовый и серый. Поэтому, ну, и для меня это подводка, потому что с фетровыми наконечниками я реально не очень умею работать. У меня сразу тянется сильно века и такие полоски какие-то получают. Ну, в общем, отвратительно это выглядит, если честно, с фетровыми наконечниками. Ну, и оттенки для меня не привлекающие. И дальше у нас румяна суфли. Здесь оттенки 401, 402. Я, по-моему, 401 взяла, если мне память не изменяет. Почему-то у меня Wi-Fi сегодня плохо работает, ничего не грузится. Ну, в общем, эти румяны я уже вам покажу. Еще один продукт, это обалденные подводки. Три охромы. Одну из которых я уже купила. Почему-то в золотом яблоке она не прогрузилась. Но я покажу вам поподробнее уже, когда буду показывать на себе. Ну, я думаю, вы уже заметили эту подводку у меня на глазах. Начнем мы с вами тест вот таких вот румян. Я взяла себе оттенок 402. Это такой персиковый, очень красивый оттенок. Я уже свочила. Он так мягко свочится. И сейчас я на руке его вам засвочу. Вот так выглядит оттенок. Он очень муссовый. Он очень приятный. Вот действительно его можно сравнить прямо с муссом. Давайте теперь наносить все на лицо. Я буду прям пальчиком все это наносить. Сейчас наноси раку вот эти. Я прям вот так вот пальчиком. Я не закрепляла тон. Я прям пальчиком все это буду аккуратненько растушевывать. Потому что я уже их пробовала. Они очень красивые. И они очень пигментированные. Поэтому нужно прям маленькую такую точечку, небольшую. Чтобы растушевать и хорошо распределить. Посмотрите. Очень, очень они красивые. Я наношу чуть ли не прям на зону хайлайтера. Чтобы создать такой вот, так скажем, эффект лифтинга. Если честно, то мне кажется, что они очень хорошо освежают. Мне безумно нравится текстура. Мне безумно нравится способ нанесения. Посмотрите. Вот маленькая точечка. И я ее на какое огромное расстояние растушевываю. Я обычно кремовые продукты наношу немножко ярче, чем я бы наносила сухие. Просто потому что я же сверху еще обычно закрепляю пудрой. И чтобы через пудру они хорошо просвечивались. Ну, в принципе, вот. Ну, я немножко уже слишком сюда занесла. Но, посмотрите, выглядит, мне кажется, очень красиво. И мне реально нравится этот эффект невозможно сильно. Давайте мы с вами все пока будем на одну щечку наносить. Здесь такая вот жестяная очень красивая упаковка. Я ее уже немножко изляпала. Она чем-то напоминает какие-то мыло для бровей. Она такая вот жестяная. Вот так вот это двигается. Здесь 11 грамм продукта. У меня, опять же, напомню, оттенок 402. И они так и называются Moonrise Souffle Blush. Обалденный. Мне нравится этот оттенок. И вот так красиво съезжает. Мне безумно он нравится. Это прямо теперь мой фаворит. И следующее у меня вот такое вот так же суфле-хайлайтер из линейки Moonrise. Это у меня Tone 401. Посмотрите, здесь невероятно интересная текстура. Она абсолютно отличается от текстуры румян. Она прям, посмотрите, она больше похожа на какое-то желе. Реально похожа на желе. Вот прям обалденно. Мне нравится. Я также наношу все это пальцем. И мне нравится эта линейка за то, что я ее могу прям... Я в последнее время очень люблю краситься пальцами. И мне нравится как раз-таки эта линейка тем, что я могу вообще без проблем накраситься пальцами. Я беру и на зону хайлайтера вот так вот наношу. Посмотрите, он очень красиво сияет. Здесь желтоватый такой потон. Я думаю, слишком светлым девчонкам вряд ли он подойдет. Но из-за того, что это такой вот интересный желейный продукт, его очень легко распределять, очень легко растушевывать зоны. Смотрите, мне кажется, это невозможно красиво. И при этом незаметно... Вот здесь нет каких-то ярких сияющих блесток. Мне кажется, их тут вообще нету. Но выглядит это невозможно красиво. Вот посмотрите. Вот зона с румянами и с хайлайтером. Посмотрите, очень красивый перелив. И без румян, и без хайлайтера. Я сейчас еще засвочу рядом хайлайтер с румяной, чтобы вы могли это все посмотреть. Но текстура, она реально обалденная. То есть тут даже не желтоватая база, а какая-то больше розоватая что ли база. То есть видите, такой перелив, розово-желтый что ли, мне кажется, очень красивый. То есть продукты сами по себе не особо закрепляются, поэтому их лучше дублировать сверху пудрой, чтобы каким-то образом закрепить продукты. Опять же, мне нравится особенно хайлайтер. Румяная я как-то не пыталась поверх тона наносить. А вот хайлайтер, если мне не хватает сияния, то я обычно могу нанести еще поверх пудры. И все прекрасно, ничего не скатывается, все замечательно держится. Сейчас мы с вами закрепим все пудрой. Это же не по глазам, нигде ничего не закрепляла. Сейчас я закреплю вот так вот. Вот, смотрите, нигде ничего не пропало. Хайлайтер есть и румяна есть. Но опять же, я хайлайтер румяна чуть-чуть поярче еще нанесла. И плюс еще ярче, чем обычно. Я наношу, чтобы на камеру было видно, что свет всегда все выбивает и всегда нужно все поярче наносить. Очень красиво. Мне кажется, это невозможно красиво. И плюс, несмотря на то, что у меня есть текстура, я не вижу, что она прям как-то слишком сильно подчеркивается. Ну, я прям в восторге. Сейчас нанесу на вторую щечку и вернусь к вам с другими продуктами. Будем к следующим продуктам переходить. И я уже расскажу про мой самый фаворитный продукт. Это, как называется правильно, хамелеон айлайнер. Это действительно вот такой вот триохром, потому что я вот у себя вижу здесь и розовый, и зеленый, и опять же желтый перелив. То есть на камере, наверное, сейчас это не прям будет видно, но я снимала при таком обычном свете. И вставлю вам также вырезки. Прям действительно перелив от зеленого к желтому, к розовому. Очень красиво. Также это у меня оттенок 401, еще есть 402. Он фиолетово-голубой. Вот что-то такое там, какой-то такой перелив. Я взяла только сначала одну формулу попробовать, и вот сейчас в золотом яблоке, блин, нету в продаже, но я обязательно хочу еще купить, потому что, во-первых, здесь очень удобная кисточка. Сейчас я вам покажу. Она кажется сначала очень толстой, но здесь один край очень тоненький, а другой прям плоский. То есть я думаю, это как раз таки было создано, чтобы рисовать очень тонкую линию, а потом плотно заполнять уже другим краем. Опять же, здесь есть некоторая особенность при нанесении, поскольку это такая вот текстура, она может, как это сказать, дыры сделать. Очень важно наносить это в один слой, потом чуть-чуть подождать и нанести еще немножко сверху. То есть если вы на одном месте будете туда-сюда водить этой подводкой, то у вас по-любому будет дыра. Это очень важно учитывать. Опять же, можно ли эту подводку наносить как тени? На самом деле, если у вас будет очень плотная подложка, розовая или прям зеленая, и настолько вы грамотно растушуете края, тогда возможно, в принципе, у вас получится на все подвижное веко, в принципе, заполнить. Но эта подводка очень долго сохнет, и вероятность, что у вас что-то может отпечататься. Так же и есть. Но я думаю, что класснее все-таки рисовать какие-нибудь интересные двоохромные стрелки, какие-то двойные стрелки, где-то еще вот сверху можно... Вот у меня очень много, на самом деле, пространства рисовать. Еще какие-то дополнительные сверху графичные стрелки. Но я очень редко такое делаю. Но мне кажется, если вы любите экспериментировать, то, в принципе, я думаю, вам очень понравится такая подводка. Она стойкая, она долго держится. Я ее в течение всего дня вижу. Прям вот бомбезная. Обожаю ее. Вторую хочу купить, когда золотом яблоки снова она появится. Далее я расскажу вам про тени. Это вот такие вот тени. Вот такая от них крышечка. Оттенок у меня 402. Орион. Я их засвочила. Это достаточно такой типичный. Дуохром. Очень много у брендов таких оттенков. Именно такие бирюзово-бордовые, бирюзово-коричневые. Поэтому я думала, что многим он понравится. Потому что оттенок достаточно такой популярный. Не уникальный, я так скажу. Но кремовых у меня таких еще нет. Поэтому я решила взять. Еще мне там понравился бронзовый оттенок. Но я обычно всегда сначала тестирую формулу. Я захотела еще 402 оттенок купить. Здесь я 403 захотела купить. То есть я сначала всегда тестирую формулу. А потом уже докупаю некоторые оттенки. Ну вот редко бывает. Очень редко. Если я уверена в продукте, что он 100% классный. Тогда я покупаю сразу несколько оттенков. Здесь же я прям захотела еще купить один такой оттенок. И один вот такой оттенок. Румяна, наверное, я не буду еще в другом оттенке покупать. Потому что мне, в принципе, этот очень нравится. Не вижу смысла второй брать. Тени очень плотные. Они прям, видите, как хорошо переливаются. Я их наносила. Посмотрите, я видео также снимала. Они очень красивые. Их можно, знаете, их можно прям как вуально нанести. И можно прям очень жирно, очень плотно. И убрать немножко в тушевку немножко. Унести этот коричневый оттенок. Я же в базу обычно добавляю какой-то вот такой вот больше коричневый оттенок. Чтобы очень гармонично это все смотрелось. И именно переливание тогда выглядит намного ярче. Этот оттенок очень классный. Так подчеркивает цвет моих глаз. И он, поскольку тут прям такие сияшки очень классные. То и глаза так по-особному сверкают. В общем, классные тени. Проблем с ними нет. Они у меня не скатываются. Они у меня держатся весь день. И прикол даже в том, что я их один раз в базу носила. Другой раз я их носила без базы. И что в первый раз, что в второй раз они у меня замечательно продержались. Я их сверху не закрепляю никакими тенями. Хотя чаще всего я так и делаю. Но тут как-то я решила до охромности сохранить вот этого оригинального оттенка. В принципе, все продукты, которые я купила из этой линейки, мы с вами обсудили. И если честно, я действительно считаю, что это самая лучшая лимитированная коллекция этого года. И так вот ламель к концу года нас порадовали. Она зафорсилась просто везде. Мне кажется, каждый самый ленивый даже захотел себе купить. Ну элементарно вот эту вот подводку. И я действительно очень рада. Ламель нас в последнее время очень радует. Нету сейчас в этой коллекции, которую я себе купила, ни одного продукта, который мне бы прям не нравился. Мне очень понравился хайлайтер. Хотя он кремовый. То есть как-то кремовый, румяный я прям начинаю любить. А хайлайтер я вот не помню ни одного хайлайтера на всю мою жизнь, который мне бы прям очень нравился кремовый. А вот этот мне очень понравился. Это прям успех. Также мне очень понравились эти тени. Они классно носятся. У них классный оттенок. Да, он не уникальный. Да, он есть у большинства брендов. Но в этом и как бы крутость. Потому что ламель как бы знает, что нравится потребителям. И делают это еще и в таких красивых упаковках. Кстати, мы отдельно не обсудили упаковки. Упаковки очень красивые. И единственное, что вот в этой подводке всего 1,2 мл. И она очень быстро расходуется. То есть у меня уже вот тут вот нету части. Хотя я раза, ну 4 наверное раза. И вот 4 сегодня как раз таки раз. То есть очень быстро, мне кажется, эта подводка расходуется. Но опять же, вдруг ламели решат сделать их потом в постоянную коллекцию. Потому что часто у них бывает такое, что какие-то продукты заходят. К примеру, вот румяна недавно они перевыпустили в постоянную коллекцию. То есть что-то заходит, они делают это в постоянную коллекцию. И это очень круто. Так что ламели это один из тех брендов, наверное, которые действительно слышат потребители. Действительно слышат всех своих поклонников бренда. И все, что нравится потребителям, то они и упускают снова. И эта коллекция прям, ну она правда классная. Видно, что она продуманная. Видно, что она сделана со вкусом. Видно, что здесь, ну действительно не абы как все сделано. Здесь очень интересные упаковки. Они нетипичные. Я не увидела ни у одного бренда. Ни у люксовых, ни у бюджетных. Таких классных упаковок, потому что, ну давай будем честны. Некоторые бюджетные бренды прям максимально копируют все люксовые. Ну опять же, ну ладно. У Наташи Денона выходили триохромы. Но тут немножко другая концепция. Здесь как бы и подводки. И Наташа Денона была не уникальна. Многие инди бренды делали уже какие-то такие триохромы. Поэтому не могу сказать, что это прям вот топ, прям селиза нас каких-то люксовых брендов. Опять же, нет. Я вижу в этом какую-то эстетику. Очень, в общем, мне нравится эта коллекция. И я прям искренне рада за Ламель. И искренне рада за нас. Что мы к концу года себя могли порадовать такими классными подарочками на Новый год. И сделать конец года чуточку лучше. Тем более, если как для меня у вас год был не самый прекрасный. На этом, я думаю, мы будем с вами заканчивать. Я скажу, что все продукты и румяна, и хайлайтер, и тени, и подводка, они мне очень понравились. Но я бы больше всего советовала. Я не могу выбрать, чтобы я больше всего посоветовала. Мне все нравится и все я ставлю на первое место. Вот все я ставлю на первое место. Потому что это идеально по качеству. Я не могу придраться ни к чему. Вот я реально ни к чему не могу придраться. Абсолютно ни к чему. Вот единственное, что в подводке я могу придраться к тому, что вот она может дырки оставить. Но это особенность формулы. То есть я понимаю, что возможно по-другому как-то нельзя было ее делать. Поэтому это особенность. И просто нужно научиться работать правильно с этим продуктом. Все остальное также прекрасно. Так что выбирайте то, что вам больше всего нужно по потребностям. Но опять же, имейте в виду, что хайлайтеры кремовые мне редко нравятся. Вернее, я даже не помню, который бы мне нравился вот настолько сильно, как этот. Так что имейте это в виду. Так что коллекция реально очень классная. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Делитесь в комментариях. Пробовали ли вы коллекцию Monrace? Если да, то какие продукты вам уже понравились? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok